Первыми жертвами ДТП с участием электросамоката в этом сезоне вновь стали дети. 29 марта в поселке Боброво Московской области самокатчик наехал на 4-летнего мальчика, ребенок получил сотрясение головного мозга. В Тюмени первый инцидент случился еще раньше, 26 марта. Парень на электровелосипеде выехал на проезжую часть дороги, разделяющую тротуар. Водитель иномарки из-за припаркованных машин не заметил и сбил велосипедиста, обошлось легкими ушибами. А на этих кадрах пятеро московских школьников пытаются пересечь проезжую часть на одном самокате. Им крупно повезло отделаться только штрафом. А вот для этих уже тюменских девочек такая шалость закончилась травмами. Нарушительницы проехали по пешеходному переходу на электросамокате, не спешившись. Водитель не успел затормозить и несколько секунд прокатил школьниц на капоте. А вот почему не просто опасно, а категорически запрещено ехать на электросамокате в неположенном месте даже вдоль дороги. Машина включила поворотник, чтобы припарковаться, и тут в нее влетел парень на электросамокате. Случившегося явно не ожидали оба. Все эти случаи – следствие откровенного нарушения правил дорожного движения. В Тюмени с наступлением тепла уже проводят рейды для выявления тех, кто им не следует и подвергает опасности себя и других. Предлагаю всем, кто запланировал передвигаться в ближайшее время на таких средствах индивидуальной мобильности, освежить, понимать для себя, что за типичные те, которые нарушения раньше были, и где-то это упускалось с зоной внимания, сейчас нужно освежать. Это безопасность, безопасность своя, безопасность других участников дорожного движения. Продолжение следует... Продолжение следует...